ребята добрый день вы на канале полинс и у нас сегодня очень необычно вид видео посмотрите кто между нами стоит я сегодня приехала в гости к миша и его замечательной собаки вишенки это семья помогала переезжать с белоруссии ну как помогала я искала квартиру и мы как раз столкнулись тем вопросом том что не все люди хотели принять семью с собакой но они много потеряли собачка реально очень классно и я специально приехала сегодня к миша чтобы расспросить его как же можно переехать собакой потому что много людей сейчас меня спрашивают как можно переехать с котом как можно переехать собакой именно справки прививки на границе какие вопросы ну вообще чем вы сталкивались с белоруссии и здесь я просто мне собак нету поэтому я этим этой вопросом не владеет здравствуйте первонаперво для того чтобы переехать за границу собаки нужно сделать паспорт международный международного образца сделать чипирование мы прошлом году ездили в венгрию и поэтому уже и паспорт был и чипирование было сделано поэтому нам было проще уже для переезда и за несколько дней до переезда надо сделать ветеринарную справку о выезде стран евросоюза она как для беларуси действительно 10 дней вот поэтому делается в последний день перед выездом в украине немного другие правила насколько я знаю там еще помимо всего прочего надо будет делать тест на антитела от бешенства вообще все прививки должны быть сделаны и от бешенства должна быть сделана прививка не позднее 21 дня до выезда по карантин вот на границе нам в этот раз в ехали машиной да мы ехали машиной поэтому нас в этом плане было попроще и при прохождении границы и вот это вот ветеринарную справку должны были поменять на международный сертификат уехали мы ночью и польский таможенник только посмотрел собаку выписал документы и сказал что надо сделать польский паспорт и зарегистрировать ее в белорусском ой польском обществе записаться зарегистрировать собаку зарегистрировать собаку в товаристве охраны зверхантов это бесплатно выдают бирку если мошенники если это бирки нет то штраф может быть 150 злотых а вот полиции а где она тут у вас есть мы еще не зарегистрировали не было времени недавно переехали поэтому и если собака сардословной то надо еще зарегистрировать в кинологическом клубе ну по месту жительства и это стоит там лет в районе 70 злотых в год анда еще перед выездом за границу если собака также сардословной надо в кинологическом клубе взять справку что собака не представляет племенной ценности вот бывает что на границе спрашивает а если применять ценность туда нельзя вывести на ну там свои какие-то особенности у нас средословно поэтому в этом плане тоже было полегче и еще на такая вот информация на вот чаток встречалась что вот именно при переезде через кузницу в белоруссии часто брали залог за котов за собак последнее время там суммы выходили даже до 700 злотых а залог в этом смысле зачем чтобы когда вот вернешься обратно тебя вы задача это есть в один конец поэтому но у нас опять же разговора про это не было спокойно переехали я поняла но здесь что не ходили не катили нару ничего такого нет еще здесь не ходили но у вас недавно карантин закончился вот ну пойдем скоро нужно дать сделать паспорт поиски ветеринарный на собаку фотографий а сына график кстати не обязательно даже на этом международном паспорта да хоть есть поле для фотографии но прекрасно я поняла но вообще расскажите ваше впечатление вот по переезде в родствове как уже от себя ну что касаемо вот переезда с собакой сразу что бросилась в глаза в центре очень много людей гуляет с собаками в белоруссии в этом городе поменьше в центре там бывает один-два человека пройдется здесь постоянно люди с собаками гуляют и собаки без намордников белоруссия то собака больше 25 сантиметров должна быть уже намордник обычный выгу здесь эти правила попроще но они зато все на на поводке потому что в украине даже огромные собаки без поводка без наборника и там у тебя еще хозяин на замечание когда говорил уберите собаку от моей дочки так там еще я выслушала в ответ что тут это моя дочка угроза для общества не собака поэтому у нас в украине чуть-чуть есть люди которые превозносят в ранах здесь я заметила тоже животных очень любят очень очень много животными еще что такое для меня было удивительно по сравнению с беларусь здесь можно торговый центр но не во всем торгового центра можно заходить собака какая сумочки или просто за хранит да написано что для входа собака должен быть на поводке и сноморник а у нас в беларуси то это жесткие правила но только в зоомагазин можно а так и возле магазинов где все равно есть место для привези собак стоят тарелочки с водой да у вас нет за такого не встречал забота животных забота животных здесь больше вот новые конечно отметить что убирают всех за своей собакой да и у вас тоже начали стоят автоматы с пакетиками нет ну вот у нас стоят такие как мусорки автоматы нажмешь на точечку на этот общеческий вылазит пакетик и написано убери за своей собакой у нас на уровне нету ну со своими этим будем вот убирать тут с этим вот очень хорошо чтобы купить и чистое на переезд к том это тоже самое в принципе в принципе натяженным документом что по своим до прививки там своим это да а по корму для животных не заметили тут цены или как или вы заметили вот по тому корму что я беру чешский корм за не говорить не буду что вот он здесь дешевле дешевле а я думаю наоборот здесь дороже не дешевле и дешевле ну где-то на процентов 30 дешевле чем у нас но может быть потом мы встретимся вы расскажете визиты к ветеринару сколько тут стоит вообще и как потому что я заметила очень много ветеринарных клиник здесь мы даже больше чем для людей но вот у нас по крайней районе и пользуюсь спросом постоянно то стригут то моют я постоянно прохожу по старинам садиком у нас находится ветеринарная клиника постоянно до таких друзей там обслуживают с ветеринарным повезло что собака не болеет ну слава богу тело родов поэтому не часто обращаясь слава богу случае как покажем что расскажу но если что знаю что паспорт около 100 злотов стоит сделать сделать да ну прививки там уже у нас раз в год делаются летом уже будем делать будем знать как да да какая цена хорошо тогда я думаю если у вас возникнут вопросы может быть что-то я миша не успела задать или просто не знала вы напишите в комментариях обязательно умеешь и снише сконтактуюсь и дам вам полный ответ на этом я думаю у нас все то просто очень холодно вот минус 10 до собака дрожит поэтому будем с вами прощаться вот такой у нас сегодня милый гость был все ребят пока до свидания и и Продолжение следует...